Приветствую! Сегодня масса людей мне прислала вот этот файлик и многие пишут такое, что Олег, эх, а ты же говорил, что ТЦК и СП это военнослужащие? А посмотри, вот, Министерство обороны говорит, что работники ТЦК и СП, которые не имеют никаких полномочий, ни оружия, ни формы, ничего, ни удостоверений, а ходят при этом-то по улице, как ты это можешь объяснить? Друзья, сейчас я постараюсь это объяснить и сейчас мы разберемся с этим ответом Минобороны. Кстати, я не знаю, достоверно ли этот текст создан в Министерстве обороны или нет, но я его буду рассматривать как официальный документ. И сейчас мы его внимательно, очень внимательно почитаем и разберемся с тем, что же там на самом деле написано. Сейчас на экранах мы видим этот документ, не обижайтесь, что он такой расплывчатый, но не моя вина, вы сами понимаете, в каком качестве эти фотографии ходят в интернете. И я же постарался увеличить, чтобы вам было видно буквы. Естественно, начнем мы читать не отсюда, потому что здесь не так все интересно. Начнем сразу вторую страничку смотреть, где самое интересное, где написано. И здесь вот кто-то еще, да, стрелочку указали, комментарий написал, что физические особи, далее працивники, працивники ТЦК и СП. ТОПТО, ТЦК, ТСП, ЕЦИВИЛЬНИОСОБЫ. И вот люди мне говорят, смотри Олег, написано же, ЦИВИЛЬНИОСОБЫ, АНЕВИЙСКОВОСЛУЖБОВЦИ, КАК ТЫ НАМ ГОВОРИЛ. И я понимаю этих людей, мы прекрасно понимаем, что, как работает наша психология, да, как мы воспринимаем текст, да все что угодно. Мы в первую очередь смотрим туда, где нам выделили, а нам здесь вот выделили, стрелочкой указали, что читать. И, конечно же, мы с легкостью воспринимаем то, что нам нравится. И вот здесь сейчас полетели злобные комментарии и дизлайки. Потому что, друзья, я не блогер, я адвокат. А адвокат, по моему мнению, должен говорить людям, как есть правду, какой бы она неприятной не была. Именно этим я сейчас буду заниматься, именно за это я получу дизлайки. Но, что поделаешь, это мой выбор. Итак, в чем же заключается правда, которую я хочу сказать? Вы думаете, что сейчас Олег скажет, что вот это все неправильно написано? Нет, нет и еще раз нет. Здесь написано все правильно. Действительно, работники ТЦК и ЕСП не имеют служебного удостоверения, форменной одежды и штатного оружия. Почему? Да потому что они работники. А кто эти работники? Вы думаете, здесь речь идет о тех людях, которые в форме ходят и раздают повестки по улицам? Нет, нет. Это совсем другие люди. Это две несвязанные категории. И вот почему. Я сейчас постараюсь обратить ваше внимание на то, на что не обратил внимание тот человек, который распространял эти документы. А здесь нужно читать вот этот абзац. Вот этот абзац. А в этом абзаце сказано, что, соответственно, до пункта 6 положения про ТЦК и ЕСП, яке затверджено постановой КМУ номер 154, штатные посады территориальных центров комплектирования и социальной поддержки комплектуются, первое, военнослужащими, государственными служащими и работниками. То есть штат ТЦК и ЕСП состоит из трех групп людей, и каждая из этих групп имеет свой специальный статус. Военнослужащие, государственные служащие и работники. И это не один и тот же человек, их нельзя смешивать. Это разные люди, которые относятся к разным категориям. И действительно, как здесь вот правильно и написано, да? Вот здесь вот следующий абзац, смотрим. Что в соответствии с положением трудовидно, сыны, противники в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки регулируются законодавством про прачу. Про прачу. И совершенно верно. Это действительно гражданские люди. Ну кто эти люди? Ну, например, кто-то убирать должен в ТЦК и ЕСП? Должен. Вот это уборщица или уборщик может быть противником. Он не будет военнослужащим. Он может быть работником и, соответственно, выполнять свою функцию. Но вот те люди, которые ходят в форме и которые должны иметь соответствующие документы, это другие люди. Это вот эти военнослужащие. А какие же документы они должны иметь? И вот читаем. Вот здесь, вот в этом абзаце сказано, что Зразок військового квитка осіб рядового, сержантского и старшинского складу затверджено наказом Министерства обороны про військовый квиток, відповідно, осіб рядового, сержантского и старшинского складу. И сейчас мы посмотрим эти документы и что мы для себя уясним. Уясним, каким же документом должен подтвердить свое отношение к ТЦК и ЕСП тот человек, который к нам подходит где-нибудь на улице, на блокпосту и так далее. А для этого мы перешли с вами на сайт Верховной Рады Украины и посмотрим пока еще не приказ министерства, а посмотрим указ президента Украины. Потому что приказ министерства появится потом на основании вот этого указа. А указ мая такую назву положение про військовый квиток осіб рядового, сержантского, старшинского складу та положение про військовый квиток офицера запаса. И вот здесь утверждаются эти положения. И что нам важно для себя уяснить. Вот пункт первый положение. Что здесь написано? Здесь написано, что військовый квиток осіб рядового, сержантского и старшинского складу есть документом, что посвящает особу військовослужбовца, військовозобовязанного, резервиста и визначает належность его властника до выполнения військового об обязанности. Еще раз, президент своим указом, что сделал? Он определил, что документом, который подтверждает личность военнослужащего, является военный билет. И кстати, не только военнослужащего, а еще, посмотрите, и военнообязанного, и резервиста. И кроме того, что он подтверждает личность, он еще и вызначает належность его властника до выполнения військового об обязанности. И конечно же, вот здесь мы еще посмотрим, вот есть этот наказ Министерства обороны, я ссылочки оставлю. Здесь дрозок військового квитка есть, порядок его выдачи. Ну, это сейчас не наш вопрос. А наш вопрос заключается в чем? Наш вопрос в первую очередь заключается в том, чтобы понять, какие категории лиц есть в ТЦК ЕСП и какие документы они должны при себе иметь. И на основании указа президента и постановления КМУ мы видим, что есть три категории людей, которые могут находиться в ТЦК ЕСП. Первое. Первое. Это работники. Это действительно гражданские лица, которые не в форме, потому что у них нет права носить военную форму. Они не имеют удостоверений, у них нет оружия. Не может быть, да. Далее. Государственные служащие. Это отдельная категория лиц. Это тоже лица, которые не являются военнослужащими, да, у них свой специальный статус. И те, с кем мы чаще всего сталкиваемся на улице, ну не чаще всего, а в принципе только с ними мы и сталкиваемся. Это третья категория. Военнослужащие. То есть человек, который находится на военной службе. Именно этот человек в соответствии с указом президента должен иметь военный билет. Не удостоверение. Вот держслужбовцы, те должны удостоверение иметь. Да, мы помним там, какая у нас постанова есть. 11.37. Вот если держслужбовец, ТЦК и СП, у него удостоверение. А у военнослужащего ТЦК и СП должен быть военный билет. Как это определено? В указе президента. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него вот здесь, вот здесь, да, где-то есть. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.